В США не утихают протесты против расизма и полицейской жестокости Уже в десятка городов с 8 часов вечера введен комендантский час, который призван остановить грабежи и вандализм Однако многие протестующие его попросту игнорируют В 29 штатах США размещено 18 тысяч военных, которые работают вместе с полицией Пентагон сообщил, что около 1600 солдат переброшено в район Вашингтона В Нью-Йорке во вторник шли жестокие столкновения между полицией и протестующими Демонстранты били витрины и грабили магазины на 5-е авеню Столкновения произошли и около отеля Trump International СМИ сообщили также о двух убитых демонстрантах в Чикаго В Вашингтоне люди не обращают внимания на комендантский час, вышли к Белому дому В Лос-Анджелесе вновь грабили магазины Трамп призвал ввести национальную гвардию в Нью-Йорк Согласие на это должен дать губернатор штата Эндрю Коума Коума, который пока на такой вариант не идет А тем временем фондовый рынок все-таки продолжает расти Об этом мы также поговорили с Владом Расулом в подкасте «Два трейдера», который выходит по вторникам Ссылку я оставлю в описании Ну и также сегодня я хотел поговорить о итогах Точнее уже не о итогах, о том, что происходит в 2020 году То есть у нас уже практически половина года пройдено И некоторую инфографику, которую на интересном портале я смотрю Мы очень периодически к этому порталу обращаемся Обращаемся, это LPL Research И здесь есть очень интересная статистика, которую я как раз сегодня и хотел вам показать Во-первых, статистика по десятилетиям То есть фактически мы можем говорить о том, что десятилетие в 2010 годах Это было позитивным То есть ежегодный рост составлял примерно 13,5% То есть мы очень много говорили о том, что рынок растет, новый максимум То есть постоянно рост И ждали рецессию или коррекцию, которая произошла как раз в этом году Но тем не менее мы с вами видим то, что это не самая лучшая декада То есть в 50-х годах рост остался порядка 20%, в 80-х порядка 17% и в 90-х 18,2% Соответственно сейчас пока, ну то есть вот месяца в рецессии То есть здесь они сведены к нулю Ну так как восстановление было крайне быстрым и все-таки в рецессию пока не признали Также очень интересная динамика по, ну во-первых, по безработице То есть сейчас мы видим рекорд, ну вот фактически информация взята с 50-х годов До практически 16% мы выросли в 20-х годах Возможно это тоже чуть позже выльется в некоторый негатив, который мы на рынке сможем увидеть Мы не будем смотреть всю статистику, то есть вы сможете также найти на данном портале Но вот наиболее интересное, которое сейчас мне показалось интересным, имеет смысл посмотреть Ну и конечно к коронавирусу мы вернемся США известно огромным количеством тестов Собственно мы видели и большое количество зараженных, большое количество проведенных тестирований Ну собственно это им, на мой взгляд, помогло несколько остановить, ну и взять под контроль всю эту ситуацию То есть США здесь выступили как-никак лучше Соответственно сейчас мы с вами видим то, что количество тестов все еще на рекордных уровнях То есть сейчас мы находимся практически на локальных максимумах по тестированию Но кривая по зараженным она снижается То есть фактически только 5,5% из протестированных случаев они оборачиваются позитивными результатами Соответственно это также говорит о том, что фактически текущую ситуацию США взяли под контроль Ну и уже можно, ну и собственно то, что уже начинается Это открытие, снятие карантинных мер Оно продолжается, ну безусловно все опасаются второй волны И тем не менее фондовый рынок невсерая на все опасения продолжает расти Но вот давайте посмотрим теперь, что происходит уже непосредственно на рынках Сейчас я нахожусь вне позиции, у меня нет неотложных ордеров Да, последние мои шорты по индексам они закрылись Но там был риск минимальный, то есть всего лишь 1% по шорту S&P 500 и DAX То есть это суммарный риск, который был То есть здесь все-таки рынок был достаточно перекуплен Я ожидал возможную коррекцию, ее не произошло Но собственно сейчас буду искать новые уже возможности для себя, для входа Итак, по евро рост продолжается Сегодня мы уже вновь показываем новый локальный максимум Дошли до 1.12 и уже переписали данный локальный максимум Фактически потенциал роста у нас сохраняется Но вот здесь как раз есть область сопротивления То есть фактически вот это те уровни, где мы были в конце прошлого года С которого началось как раз снижение в этом году И следующий уровень это 1.14, куда также евро может прийти Но фактически техническая коррекция здесь все-таки может произойти Поэтому по евро я тоже буду пробовать шортить Но опять же шортить я буду небольшим объемом То есть только частью риска Но тем не менее здесь вероятность коррекции она все выше и выше С каждым днем, когда мы видим новый локальный максимум Фактически мы можем ожидать коррекцию и на этой неделе Но пока никаких сигналов с точки зрения часового таймфрейма у нас здесь не поступает Поэтому здесь я остаюсь, буду наблюдать Соответственно если буду получать признаки начала коррекции Буду рассматривать шорт По британской валюте также мы подошли к области сопротивления на 1.2640 Это локальный максимум, который мы видели последние два месяца Собственно вот отсюда также может произойти коррекция Опять же это не гарантированно, это не какой-то железобетонный уровень Всегда нужно иметь ориентир, от которого мы можем отбиться Ну и собственно получить уже локальное подтверждение для данной ситуации Собственно здесь оно может быть Но с точки зрения часового таймфрейма опять же никаких изменений Пока рост у нас сохраняется, то есть вот то восходящее движение, которое у нас начало 26 мая Оно до сих пор продолжается Вполне вероятно, что в ближайшие несколько дней, в ближайшие несколько недель Мы можем увидеть волну коррекции Вот как раз эту коррекцию тоже я для себя рассматриваю Но все идеи, они будут завершаться переворотом уже в сторону основного тренда То есть пока тренд идет на ослабление американского доллара И собственно в эту позицию я буду входить уже максимальным для себя объемом По паре американский доллар, канадский доллар Здесь также у нас новый минимум Тоже пара довольно-таки перепродана Дошли до 1.35.06 С текущих уровней тоже было бы интересно найти как раз покупки контртрендово Собственно здесь я буду следить за тем, сможет ли цена закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии Ну или уже по отношению к сегодняшнему дню То есть это я буду смотреть уже завтра И вот с текущих уровней как раз было бы интересно купить Но нужно, как я уже сказал, локальное подтверждение Пара американский доллар, японская иена в отличие от пары, которую мы смотрели только что Находится на локальных максимумах То есть здесь мы говорили о начале как раз восходящего движения Оно сейчас здесь и подтверждается Поэтому здесь, ну тут больше такой боковик Поэтому вот по паре американский доллар, японская иена Пока я наверное влезать не буду То есть просто за ней понаблюдаю Но пока никаких позиций здесь я для себя рассматривать не буду А вот австралиец, новозеландец вновь находятся на локальных максимумах То есть мы вот фактически уже подошли к максимуму начала года Откуда как раз пошло данное снижение Конечно я не ожидаю такого же снижения как было Ситуация была конечно же другая То есть опять же тренд у нас развернулся на повышение То есть об этом мы говорим уже два месяца И фактически здесь тоже может назреть ситуация коррекции Которую можно тоже попробовать торговать контртрендом Но затем опять перевернуться на покупки То есть на продолжение восходящего тренда Если этот тренд получит свое подтверждение и сохранение Новозеландец также на локальных максимумах Но чуть дальше чем австралиец От максимума конца прошлого года То есть потенциал роста еще есть Но тоже пара довольно-таки перекуплена Поэтому буду рассматривать возможности продаж Но сейчас опять же с точки зрения часового таймфрейма Никаких сигналов на продажи не поступает То есть здесь мы пока наблюдаем Золото корректируется Не может обновить золото пока локальный максимум Который был сформирован в мае 1764 И от локальных уровней мы снижаемся С точки зрения часового таймфрейма Вчера мы закрепились ниже минимума В предыдущей торговой сессии То есть именно 1 июня понедельника И сейчас перешли в фазу нисходящего движения Поэтому по золоту уже начинается коррекция То есть здесь тоже важно это обратить внимание И уже покупать после того, как эта коррекция завершится Индексы бьют новые рекорды DAX сегодня новый локальный максимум То есть фактически следующие цели роста Это до кризисной уровни Скажем так, это 13 тысяч по индексу DAX То есть потенциал роста он хороший Но опять же заходить сейчас То есть покупать на самых максимум Всегда самое опасное дело Поэтому здесь я буду ожидать коррекцию Если будут хорошие уровни То попробую также войти контртрендово Как я это уже пробовал делать То есть основная идея Также будет покупать уже при коррекции То есть было бы интересно купить Где-то в районе 11 тысяч Если мы, конечно же, туда вернемся По S&P 500 Также у нас новый локальный максимум Сейчас движемся То есть вот мы подошли как раз вплотную К максимальным значениям Начала марта С которых началось как раз данное снижение Ну вот посмотрим, сможет ли S&P взять данный уровень Но вполне вероятно, что опять же коррекция здесь может произойти И я тоже для себя попробую эту ситуацию торговать Пока вот та сделка, которую я как раз открывал То есть коррекция, мы не знаем где она начнется Она могла начаться неделю назад, может начаться через неделю То есть здесь важно пробовать торговать данной ситуацией И уже исходя из соотношения риск-прибыль Это позволит нивелировать как раз те потери Которые были по предыдущим позициям И получить прибыль по той позиции, которая будет Ну и соответственно идея также состоит на покупках Уже после коррекции Так как в рынок вливается очень много денег В принципе инвесторы сейчас возвращаются То есть вновь ведут покупки акций Что двигает безусловно индекс S&P 500 По нефти сохраняется также тенденция восходящая По нефти марки Brent и WTI мы видим новый локальный максимум CFD по Brent 39.60 сегодня уже показывает То есть ну собственно следующие цели роста на 40 и на 50 А по фьючерсу на WTI мы также видим рост На текущий момент мы обновляем локальный максимум То есть это следующий контракт, который на текущий момент торгуется То есть сейчас мы торгуемся по также локальным максимумам Поэтому здесь пока покупки также сохраняются Ну и в принципе это тоже хорошо влияет на акции нефтяных компаний То есть ну вот такая ситуация к сегодняшнему дню Пока я для себя не вижу ситуации для торговли То есть все складывается к тому, что стоит за рынком наблюдать И вполне вероятно, что в ближайшее время Если резюмировать текущую ситуацию Может как раз начаться коррекция, которую можно попробовать торговать Ну а дальше как основная идея Это все-таки рост фондового рынка Снижение американского доллара И вот как раз в эти позиции я и буду заходить Ну а на сегодня это все Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк Ваши вопросы, которые у вас появляются по текущей ситуации Не забывайте оставлять в комментариях к этому видео Всем спасибо за внимание и до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!